Друзья, всем привет! Вы на канале ABC Cooking и с вами я, Наталья Мышика. Сегодня я готовлю потрясающе вкусный и ароматный пицца-хлеб. Его еще называют отрывным хлебом, или на английском это Pull Apart Pizza Bread. Очень-очень вкусный хлеб. Что-то среднее между украинскими помпушками и пиццей. Почему я так говорю, вы поймете в процессе просмотра моего видео. Хлеб очень удобно брать с собой как на работу, на перекус, так и детям в школу, на пикник. А какой он вкусный и ароматный, это просто не передать словами. Для приготовления этого хлеба нам сегодня потребуется 400 граммов муки, 80 мл теплого молока, 70 граммов растопленного сливочного масла, обязательно оно не должно быть горячим, 2 яйца, 6 граммов дрожжей, у меня сухие, быстродействующие дрожжи, обязательно нужны не гранулированные, которые растворимые, как порошочек. Также 1 чайная ложка сахара, 1 чайная ложка с горкой соли, 60 мл воды. А также мне понадобится 10 листиков свежего базилика, 2 зубчика чеснока, 30 граммов мягкого сливочного масла, также сыр моцарелла, примерно 100-120 граммов, а также любой томатный соус, лучше если это для пиццы, если нет, любой томатный соус или даже кетчуп тоже подойдет. Ну что, давайте приступим. В чаши миксера соединяю просеянную муку, сахар, соль и сухие быстродействующие дрожжи. Дрожжи и соль обязательно должны быть в разных уголках. Они не должны вместе соединяться. Говорят, что это плохо действует потом на подъем теста. Перемешиваю ингредиенты с помощью насадки крем в течение нескольких секунд. Далее туда же добавляю теплое молоко, теплую воду и теплое растопленное сливочное масло. Снова перемешиваю миксером на средней скорости примерно 30 секунд. Далее добавляю яйца. Они обязательно должны быть комнатной температуры, не холодные. И замешиваю тесто миксером примерно 7-10 минут. Миску сбрызгиваю маслом-спреем или можно просто смазать обычным растительным маслом без запаха. Перекладываю туда тесто. Оно должно у вас получиться мягким и эластичным, не липнущим к рукам. Закрываю миску пищевой пленкой и оставлю для растойки примерно на 1 час в теплом месте. Я его отправлю в духовку, включу там лампочку и оно будет там у меня подниматься. Главное, чтобы не было у вас сквозняков, тогда тесто хорошо будет подниматься. Тесто готово. Прошел ровно 1 час. Посмотрите, как оно увеличилось в объеме. И сейчас я перекладываю его на поверхность, которую я припылила мукой. Много муки не надо, мы не будем забивать тесто мукой. Тесто получилось очень-очень мягенькое, очень приятное. Слегка его обминаю. И сейчас мне нужно разрезать тесто на 16 ровных частей. Сначала разрезаю пополам. Затем каждую часть еще раз пополам. И каждую четвертинку на 4 части. Итого у вас получится 16 кусочков. Из каждого кусочка сформирую шар. Для этого собираю все концы в центр. Вот так. Это делается очень легко и просто. Немножечко защипываю. И затем прокатаю на доске. И наш шарик готов. И так проделываю эту процедуру со всеми кусочками теста. Когда сформирую все кусочки, оставлю их для расстойки прямо на доске на 10 минут. Пока растаиваются булочки, мелко нарублю базилик. В миске соединяю сливочное масло с базиликом. А также туда пропускаю чеснок через пресс. Я думаю, этот шаг вам напомнил украинские пампушки. Только там мы добавляем не базилик, а петрушку. Вы представляете, каким ароматным будет этот пицца-хлеб. Я уже в предвкушении. Все перемешиваю. Пицца-хлеб я буду выпекать в овальной керамической форме. Сбрызгиваю ее маслом спреем. И выкладываю туда булочки. Булочки нужно выкладывать близко друг к дружке. Это все-таки отрывной хлеб, где изделия должны соприкасаться друг с другом. Вы можете брать любой конфигурации форму. Это может быть овальная, круглая, квадратная, прямоугольная. Несущественно важно. Сверху смазываю сливочным маслом, чесноком и базиликом. Также сверху поливаю томатным соусом для пиццы. Примерно понадобится 5-6 столовых ложек. Не переусердствуйте, чтобы хлеб не получился слишком мокрым. И посыпаю моцареллой. Духовка у меня уже нагрелась до температуры 190 градусов Цельсия. И выпекаться такой хлеб будет примерно 30-35 минут. Все зависит от вашей духовки. Отправляю в духовку. Прошло 35 минут и мой пицца-хлеб готов. Посмотрите, какой он красивый! Он меня чуть не убежал из формы. Берите форму повыше. Конечно, сделаю фотографию для инстаграма и покажу ее вам. И не дожидаясь, пока остынет пицца-хлеб, я хочу все-таки вытащить одну булочку и показать ее вам. Посмотрим, какие булочки получились внутри. Я готовила впервые по этому рецепту. Мне очень интересно, что у меня получилось. По-моему, получилось замечательно. Пицца-хлеб очень хорошо вырос. У нас булочки получились мягенькие-мягенькие. А уж какие они ароматные, ребята! Я вам не могу передать это словами. Посмотрите, какой хороший мякиш. Прелесть просто. Обязательно попробуйте. И я уверена, вам очень понравится этот рецепт. Ну, а если вам понравилось это видео, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал, делитесь этим видео с друзьями в социальных сетях. Ну, а я желаю вам хорошего летнего настроения и приятного аппетита! До новых видео! Всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok